Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и гости канала. Пришла весна, а значит пришло время превентивной борьбы с клещами, любимыми вредителями наших морковок. Второй сезон буду пользоваться для защиты от клеща вот таким экстрактом хвои. Защита от вредителей, иммуностимулятор. Использую его в половинной дозировке. Беру не 10 мл на литр, а 5 мл на литр. Именно потому, что это не просто защита от вредителей, но еще и иммуностимулятор. Честно скажу, за весь прошлый сезон я не заметила, чтобы он как-то давал какой-то резкий пинок растениям, как бывает дают стимуляторы. Может быть это именно потому, что я давала половину дозировки. А может быть все-таки экстракт хвои это не настолько стимулятор, сколько просто набор разных полезных веществ, которые для растения полезны, но не дают ему пинков стимулирующих. Защиту от вредителей в экстракте хвои обеспечивают содержащиеся в его составе фитонциды. Я так понимаю, что это тот самый хвойный запах. То есть вот этот запах, он должен отпугивать вредителей, включая и клеща. Использую я данный препарат один раз в две недели. Да, это часто. Да, это не из серии. Один раз обработал и забыл. Но меня привлекает то, что это препарат натуральный. Это не химия. Я, конечно, химию люблю и тоже применяю. Но уже начала склоняться к мысли, что если есть возможность использовать что-то натуральное, то лучше использовать что-то натуральное. Экстрактом хвои можно опрыскивать и поливать. Я делаю и то, и другое, но вместо опрыскивания я использую протирание листиков. Потому что мне кажется, что протирание листиков это лучше. Поскольку протирая листья, я всегда рассматриваю спонжик. И если вдруг на растении появились клещи, но проявлений еще нету, то есть начальный этап, то я их, протирая листья, увижу на спонжике. Глазами на растении я их не увижу. Я вообще очень плохо вижу клещей. Я завидую тем людям, которые невооруженным глазом видят небольшие колонии клещей, потому что я невооруженным глазом вижу только огромные колонии клещей, когда их не заметить уже невозможно. И это касается красного клеща. Всяких прозрачных, сереньких и прочих клещей я не вижу. Повреждения их вижу, а клещей не вижу. Протирая же листики, если что, если там есть какие-то клещики, которых еще не видно, я их просто удалю с растения вот этим протиранием. Также очищаю листики от пыли. Для меня это достаточно важно, нужно, потому что я живу на низком этаже. За окном расположена оживленная улица. И в летний период в открытые окна пыли летит просто немеряное количество. А так раз в две недели, протирая листья, я их поддерживаю в чистом состоянии. В чистом и от вредителей, и от банальной пыли. Можно опрыскивать, можно не протирать. Опрыскивание это быстрее. Кстати, вот сразу покажу. Помните моя клавезия Ребекка Нортен? Реанимашечка, у нее корешки появились вдоль стенок горшка. Все с ней тьфу-тьфу-тьфу хорошо, все, она растет, она укоренилась. Также хочу показать, очень удобно во время таких обработок протирать еще стволики. К сожалению, на этом на камере плоховато видно. Но я думаю, все, кто выращивают морковки, сталкивались с таким явлением, что на растущей бульбочке в местах черешков листьев появляется такой какой-то коричневато-рыжеватый налет. Если честно, когда первый раз его увидела, я бы вот тут видно, видит коричневенькое пятнышко. Вот этот налет также очень удобно смывать данным экстрактом хвои. Его, в принципе, удобно смывать любым влажным спонжиком. Но я приурочиваю эту смывку, вот видите, рыжеватая немножко, приурочиваю это к обработкам. Данные коричневатые выделения – это не клещ. Это что-то физиологическое, что я так до сих пор и не разобралась. Когда они появляются, эти рыжеватые физиологические выделения, я их просто смываю. В те времена, когда я не пользовалась экстрактом хвои, я их смывала просто влажным спонжиком. Ну, потому что они мне визуально не нравятся. Мне нравятся чистые бульбы. Обрабатываю листья я всем морковкам без исключения. И маленьким, и большим. Вне зависимости от того, молодые ли это листья на бульбе этого сезона, либо это листья бульбы старого сезона, обрабатываю все листья. Все морковки, у которых есть листья, протираются раз в две недели экстрактом хвои. И после протирки листьев я их немного проливаю. Также в растворе экстракта хвои. Очень это, как бы сразу скажу, время затратная обработка. Мне для того, чтобы обработать все мои растения, у меня на это уходит порядка четырех часов. То есть в эти четыре часа входит как сама обработка, так и перенос растений с окна в ванную. Плюс перед обработкой я их всех сначала поливаю. Я адепт того, что большинство обработок, кроме обработок инсектицидами типа октары, лучше проводить на увлажненные корни. Поэтому, так как я поливаю растения экстрактом хвои, то перед обработкой я сначала все горшки проливаю. Когда у меня было много времени, больших проблем с такими обработками у меня не было. У меня был просто отдельный день под обработки. Я в обед начинала эти обработки. И, как говорится, к вечеру заканчивала спокойно, размеренно. Сейчас ситуация у меня изменилась. Времени у меня свободного меньше. Но я все-таки буду стараться обрабатывать раз в две недели именно протиркой листиков. Если буду совсем не успевать, то буду опрыскивать. Но хотя бы раз в месяц я буду стараться одну обработку проводить именно протиркой. Я разбила свои морковки теперь на две группы и провожу эти обработки теперь не в один день, потому что в один день у меня нет возможности выделить 4 часа под обработки. А буду их обрабатывать в два дня. Если будет совсем плохо, буду опрыскивать. Мне понравилось, как у меня прошел прошлый сезон с обработками экстрактом хвои. И тьфу-тьфу-тьфу. В прошлом сезоне клещ на нас не нападал. У нас все было хорошо. Все морковки были чистенькие, здоровенькие. И лечиться нам не пришлось. Да, кстати, отмечу, что этот препарат это не лечение от клеща. И если морковка у вас клещом уже заражена, и то есть 100% вы уверены, что у вас клещ, можно протереть так листики для того, чтобы физически снять избыток клещей, то есть те, которые будут на листях. Но потом все равно растения нужно будет обрабатывать именно конкретно химией для борьбы с клещом. Просто такие протирания экстрактом хвои от клеща уже имеющегося не вылечат. Они помогут, если клещ только в самом зачатке, он только появился, его несколько штучек на растении, и мы просто эти физически несколько штучек при протирании снимем. Если клеща много, это уже не поможет. Кстати, также очень хорошо работает промывание душем ботвы растения. И что я еще использую для защиты, тоже второй сезон буду использовать, ошейники от блох и клещей для кошек и собак. Беру вот такой вот чистотел ошейник. Как говорится, соотношение цена-качество мне нравится. И что мне нравится именно вот в этом ошейнике, это ошейник чистотел максимум. Ошейники, они все разные. В этом ошейнике есть два химических действующих вещества и экстракт лаванды. Многие био-ошейники содержат в себе только растительные экстракты, работают на отпугивание. В этих же ошейниках, в которых есть еще какая-то химия, они эту химию на животных в процессе носки передают через кожу, через шерсть, в общем, эти действующие вещества, они действуют и на клещей, и блох. И мне кажется, мне кажется, я в этом не уверена, я этого не проверяла. Так вот, мне кажется, что если в ошейнике есть не только растительные экстракты, но и химические составляющие, то эти ошейники и на морковке, точнее на клещей, которые могут попасть на морковке, действуют лучше, чем просто ошейники с одними растительными экстрактами. Ошейники есть абсолютно разных ценовых категорий, есть и по 50-60 рублей, есть и по 500-600 рублей. Цены, естественно, разные от регионов, у нас не самый дешевый регион, то есть вот эти вот ошейники чистотел максимум у нас стоят порядка 150-180 рублей за один ошейник. Поэтому, если каждой морковке покупать один ошейник, можно просто разориться. Соответственно, я каждый ошейник режу на кусочки и каждой морковке выделяю по кусочку ошейника. Ошейники желательно одевать на морковке так, чтобы они касались непосредственно растения. Ну, потому что если из ошейника действительно выделяются действующие вещества, и как-то обволакивают не только животных, но и растения, то лучше, чтобы они были в соприкосновении. А если же не касается морковки ошейник, то я тоже надеюсь, что он действует, потому что не на все морковки можно одеть ошейник так, чтобы он касался ее. Особенно это относится к маленьким морковкам. На них невозможно положить эти кусочки ошейника, потому как они из одной бульбы, из двух. Выбираю размеры кусочков по размеру морковок. То есть более маленьким отрезаю более маленькие кусочки. А полностью остаток ошейника, который можно одеть и закрепить на морковки, стараюсь надеть на тех, кто самые крупненькие. С ошейниками точно так же, как с экстрактом хвои. Я ошейники кладу, надеваю всем, у кого есть листья. Неважно, какие это листья. Старые это листья, новые это листья. Не надеваю я ошейники только на те морковки, которые еще не отрастили ботву, которые находятся в спячке. По мере роста, когда у них молодой ростик разворачивает листья, я и на них одеваю ошейники. Ошейники, так же, как и экстракт хвои, это не лекарство от клеща. Если на морковке есть клещ, то хоть завешайся ее этим ошейником, не думаю, что клещ от этого пропадет. Если клещ есть, то всегда нужны уже обработки конкретными химическими препаратами. Ошейник несет в себе защитную функцию. Он должен не дать клещу вообще в принципе сесть на морковку. Клещ должен появиться, подумать, ой, фу, здесь ошейник, мне здесь плохо, я не буду есть эту морковку и куда-нибудь уйти. В прошлом сезоне у меня все морковки были в ошейниках и промывались раз в две недели экстрактом хвои. Как я уже говорила, клеща у меня в прошлом сезоне не было. Надеюсь, в этом сезоне все будет так же хорошо и мои вот эти меры защиты от клеща в виде ошейников и экстракта хвои мне помогут. Поскольку лучше предотвратить, чем бороться. На этом все. Спасибо всем за внимание. Здоровых вам морковок. Чтобы до них не нападали клещи и все было хорошо. До новых встреч. Пока-пока.